Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика и оператор. И сегодня у нас просто опять небольшой обзор. Вот такая вот чудесная работа у меня получилась. Это снова кустовая розочка, но уже не веточка, а в горшочке. Сразу скажу, почему я ее сделала. Дело в том, что у дочерки одна учительница, по естествознанию, уходит на пенсию. И мы, конечно же, хотели сделать ей вот такой, ну не такой, а какой-нибудь памятный подарок. Узнали, что у нее любимый цвет желтый. И поэтому, недолго думая, пришли к выводу, что нужно сделать ей вот такой вот небольшой кустик розочек кустовых. Схема та же самая, что и вот в этой вот розочке монохромной. Мастер-класс уже совсем скоро будет на моем канале, в свободном доступе. Совсем скоро осталось совсем немножечко доработать. Поэтому, как опция, вы можете веточку собирать, я на сборке особый акцент не делала, либо собрать вот такой кустик, либо какой-либо другой. Хотелось бы еще вам сказать, что я для листочков использовала японский бисер, который уже имел тенденцию к тому, что он чернел. Именно из него я и плела. Поэтому во избежание этого я все листочки покрыла лаком. Вот два дня она у меня стояла, все высохло, листочки твердые, все, их уже нельзя не согнуть, форму изменить уже нежелательно. Да, ну и розочки делала непосредственные смеси бисера и рубки. И, конечно же, хотелось еще сказать о том, что емкость у меня оказалась в наличии только прозрачная. И я заполнила ее своим излюбленным материалом, флористической пеной, крупнопористой. О том, как я сажаю свои работы, очень много мастер-классов на моем канале. В том числе я показывала, во что я сажаю. И в корзиночке у меня композиция есть в корзине розы красные с белыми хризантемами, если интересно. Фиалочки тоже в трех или четырех частях. Пожалуйста, поищите те, кому это интересно. И поэтому мне не очень понравилось, что вот здесь вот фом проглядывает. И что я сделала? Я взяла ярко-зеленые камушки и вместо, скажем так, зазора, да, где есть пустоты, насыпала вот такие вот камушки. Получилось очень интересно. На самом деле, я надеюсь, что никто не будет вот так вот розы двигать, но они, камушки, вот эти вот так вот сыпятся, да, как песочные часы. Очень интересный эффект. Ну и, конечно, все задекорировала мхом. Вот такая красота получилась. К чему я вообще показываю вам эту композицию? Ну, во-первых, просто показать, какая вот красота в желтом цвете у меня получилась. Ну, а во-вторых, хочу сказать, что так как в скором времени должен быть мастер-класс, вот по созданию кустовой розочки. Здесь она монохромная, здесь, пожалуйста, двухцветная. Можно оформить ее именно в виде веточки, сделать букет, а можно сделать вот такую вот композицию. Именно вот это вторая причина, по которой я снимаю это видео. И если кому-то интересно, то здесь я собирала веточки из пяти листочков, четыре штуки таких вот веточки, одна тройная и вот несколько листиков одинарных. И вот в результате получилась вот такая вот красота. Высота композиции от основания до вот вершины бутончика 20 сантиметров. А еще один пункт есть. Да. Не сказанный тобою. Хорошо. Вот это розочки, кустик. Так. И вот это. Так. Как будто разные. А схема одна. Я уже говорила в самом начале. Так что розочки можно сделать любого цвета. Да. Я говорила об этом в самом начале, что я их плела по той же самой схеме. Нет, я говорю, смотрится по-разному. Да, смотрится. А вот красные можно розыграть. Любые. Розовые. Любые, да. Конечно же, любые. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилась вот эта вот работа. Маленькие желтые кустовые розочки. Маленькие непосредственно в горшочке в таком, да, в стеклянном. Пожалуйста, подписывайтесь на наш с оператором канал Кошка2015-Цветы из бисера. Запятая бисероплетение МК, что означает мастер-класс. Убедительная просьба еще раз, еще раз прошу всех, кто плетет со мной на совместном плетении, кто делает работы по моим мастер-классам и выставляет затем фотографии своих работ в социальные сети. Пожалуйста, подписывайте, указывайте меня как автора на ваших фотографиях. Это может быть, например, Виктория, а затем Кошка2015-Цветы из бисера. Буду очень этому признательна. Оператор, не указывайте, но вы про нее все знаете. Да. Ну что ж, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, если что. Ну а на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока.